На Кубани составили рейтинг самых раздражающих привычек туристов. Результаты соцопроса, в котором приняли участие представители Краснодарского края Крыма, опубликованы в социальных сетях. На первом месте – солнечные ванны людей с пышными формами. На втором – поездки в мокрых купальниках в общественном транспорте. Замыкают топ, которые не доносят мусор до урн. Но, как говорится, у каждой медали есть две стороны. Эксперты бронирования жилья, в свою очередь, выяснили, чем недовольны россияне на российских курортах. Как показал опрос сервиса бронирования жилья для отдыха, большинство наших соотечественников считают, что стоимость отдыха в России сильно завышена. Причем речь идет о ценах не только на жилье, но и на продукты, услуги в сфере питания и транспорта. Главная претензия россиян в том, что цена не соответствует качеству. Привыкшие к низким тарифам Турции, российские туристы не готовы платить больше за те услуги, которые они получали за определенную цену раньше. А тем более, если уровень сервиса на отечественных курортах ниже, чем тот, к которому они привыкли. Согласно опросу, сервисы бронирования больше 20% россиян недовольны тем, как их обслуживают на местных курортах и в отелях. Около 10% туристов также возмущены нахальным поведением местных владельцев жилья. А 7% опрошенных хотели бы, чтобы все отдыхающие на курортах соблюдали социальную дистанцию. При этом меньше всего, судя по соцопросу, туристы на отдыхе недовольны пляжами и общепитом, некачественной уборкой номеров. То ли это не главное для российских туристов, добравшихся до долгожданного отпуска, то ли пляжи в России по сравнению с Турцией и Египтом не так и плохи. Зато к посетителям пляжа у наших туристов масса претензий. Неугодил и внешний вид, и раздражающая по разным причинам поведение. Кроме того, путешественникам не нравятся туристы, которые курят, разрешают детям ходить на пляже голышом, брызгаются водой, исправляют нужду прямо в море. А еще опрос сервиса по бронированию билетов и жилья показал, что отдых в России многие не считают престижным. Те, кто хоть раз выбрался за рубеж, отмечают, что фотографии в соцсетях из российских городов выглядят менее привлекательно для их подписчиков и собирают меньше лайков, чем фотографии с заграничных курортов. Как выяснилось, фото из отпуска в Инстаграм для многих российских туристов действительно имеет значение и является чуть ли не определяющим фактором для выбора направления путешествия. Исключение составляют только необычные красоты природы, которые не всем, к сожалению, доступны. Олеся Давыдова, Иван Рыбальченко, 39 канал.